Вызвал полицию. Довольно-таки такой вау-эффект. Здравствуйте, как водичка? Вот такие красавицы у нас загорают на берегу. Крепец тут очереди. Очень много людей. Просто сплошной релакс у людей загорает. Набережную нашу реставрируют. Вот такая красота нас ждет в будущем. Кадастровая стоимость у этого участка 24 миллиона 700 тысяч. Мы сейчас с вами видим вот такую картину. Вот в таком виде сейчас все перестает перед нами. Здесь, конечно, изменения просто колоссальные. Идет строительство первой очереди императорского парка. Помните тот дом, который горел на обездной 9? Что-то, мне кажется, я уже немножечко зарос. Поэтому приехал в салон красоты преображения. В прошлый раз вы высоко оценили работу девочек, которые сделали меня красивым. Надеюсь, в этот раз они это повторят. Находится он, улица Владимирская, 144. Тут магнит, не проедете мимо. Я свой транспорт припарковал. И спускаемся в свой центральный этаж. Здесь сейчас у девочек кипит работа. Делают красивыми наших дорогих гостей. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем салоне «Кресты преображения», который находится по адресу Владимирская, 144. В нашем салоне мы можем предоставить услуги парикмахерские окрашивания, сложные, однотонные стрижки, мужские, женские, детские, маникюр, педикюр с покрытием без покрытия, шугаринг, ресницы, брови. Так, смотрим видео. До. А теперь смотрим видео после. Пишите в комментариях, как вам. В нашем салоне преображения мы также предоставляем обучение. Маникюр, педикюр с нуля. Сейчас эта специальность очень актуальна. Приходите. При обучении маникюру и педикюру вы можете пройти практику и трудоустроиться. Я прям кайфую от этого вида. Здесь еще аромат травы свежескошный. Приходите к девчонкам, они вас будут рады видеть. Я вам прям советую. Мне здесь очень нравится, особенно то, как я после этого выгляжу. А сейчас отправимся к дому, который находится на объездной 9 после пожара. Помните тот дом, который горел на объездной 9? Здесь несли кровлю и один этаж. Сейчас вверх поднимаются стройматериалы. По периметру сделан блочный брусфер. Ну, в квартирах окошки открыты. Какой-то жизни в доме я, в принципе, не вижу. Если вы житель этого дома, напишите, как у вас вообще дела. Работы ведутся, как и обещала администрация. Все делается. Надеюсь, все, кто высказывал о своих чаяниях, их просьбы удовлетворены. И очень печальное событие, то, что дача у нас по объездной. Тоже, видите, паспорт объекта. И здесь стройка на бывшей зеленой зоне. Ну, вот такая вот вежуха у нас. Зеленые зоны никому нафиг не нужны. Вот так вот выглядит первая сирень. Уже полностью зеленое дерево. И появляются букеты. Аромат такой. Бабочки. Вау. Так как у нас сегодня информация пойдет о новой набережной, я приехал к микрорайону Горгипия. Здесь у нас идет строительство первой очереди императорского парка. Туда дальше находится гимназия Эврика. Ну, и вот это поле у нас приведет этот императорский парк непосредственно к набережной. Туда мы отправимся с вами. А сейчас посмотрим, что здесь происходит и что уже построено. Здесь установили уже освещение. Прокладывают дорожки. Заложили коммуникации, высадили первые деревья. Платаны будут. Вот это слева не знаю, как называется. Пишите, если вы освоеннылены больше. Люди пишут о том, что здесь изменений много. И, в принципе, так как здесь строят это все частный инвестор, то у многих вопросов будет ли совпадать с тем планом, который согласовался в администрации. Дорожек очень много. Видим места под скамейки. Там уже реализована детская площадка. Много вопросов, кстати, было по тому, почему здесь появилась такая вот заасфальтированная площадка. Ну, тоже интересно. Может быть, какой-то будет комплекс. Что же сделаем? Работы ведутся. Будем надеяться, к лету уже в первую очередь запустят. По крайней мере, тропинок здесь прям очень-очень много. Парк обещает. Одним чуть ли не лучшим в России. Я думаю, что Галицкого он не переплюнет. Но в любом случае в Анапе не просто территория под застройку или какую-либо коммерцию, а уходит для нашего с вами общего пользования. Это тоже большой плюсик, я считаю. Такие места прям очень хорошо снимать с велосипеда. Потому что быстренько все можно осмотреть, ну и вам показать. Вот видите, соединение здесь плиток. Пока еще не все до конца доделано. Но тут вообще плитку сняли. В самом начале, там где камень, устанавливали заложение данного парка. И размечают с техникой вместе. Работает. В общем, мы очень ждем окончания строительства, чтобы вам показать его потом в очередь. Вот так мне на первый вид, как бы очень-очень нравится эта зона. Тем более такая большая, обширная. Будем смотреть в дальнейшем, как это будет выглядеть. Здесь в правой стороны тоже заслуатированная площадка. Ну я больше чем уверен, что это будут какие-то детские зоны. Сейчас заедем, посмотрим на тот детский городок. Дорожки. Я так понимаю, что все сделаны. Видите, коммуникации подведены. Я так понимаю, что есть система полива, освещение сделаны. Ну и здесь ребята под новые комплексы делают выемки, чтобы их забетонировать. Вот это клево, прыгунки. Ну и дети уже вовсю используют эти места. Детям что еще надо? Красота, друзья. Я еще думаю, потом сделают резиновое покрытие сверху. Ну вот, собственно, видите, асфальт был. В нем сделали пропилы. И уже в эти пропилы вставляют такие вот игровые комплексы для детей. Ну супер. Сами представьте, что весь этот парк идет туда, к морю. Прям даже не верится. Но очень ждем. Жители домов вовсю везде ведут благоустройство своих территорий. Тут большие молодцы, как красиво все оформляют. Здесь на кольце невероятная красота. Посмотрите, сколько много тюльпанов. Смотрится просто вау. Это улица Ленина. Здесь ведется строительство коллектора от очистных сооружений для сброса. И вот это место. Видите, какое широкое под будущий парк. И оттуда вот как раз таки он и придет. Там, где мы сейчас с вами только что были. Больше деревьев надо высаживать уже сейчас, чтобы они как можно скорее нас тенью радовали. Сейчас здесь вообще неопрятно. Даже мусора много валяется. Но в дальнейшем будет фантастика. Единственное, вот впереди там есть частная территория. По которой раз таки здесь администрация тоже договорится. Этот парк во всю свою ширину придет к морю. Ну, к берегу моря. Эти места мы снимали, когда здесь только все строилось. Сейчас уже все. Люди живут. Она помножится. Вот видите, здесь парковка. Огромная, на которой въезд. Так сказать, перекрыт. Ну, картинки рисуются прям вау. Впереди у нас храм находится. Кстати, вот эта интересная территория. Там тоже детские площадки, скамейки. Кому она относится? С неказистым забором. Просто не знаю, туда вход на нее есть или нет. Ну, вот она, частная территория, о которой я говорил. Эти заборы мы огорожены. Но через нее тут люди проходят к морю. Пока живут сквозь заборы. И по таким вот буеракам. Хотя я даже на велосипеде здесь умудряюсь ехать. Ну, выглядит это не очень привлекательно. Просто огонь. Ага. Не воткнуться. Тут еще одна частная территория. Здесь вообще забор с колючей проволокой. Мусор разноваляется. Но совсем не морская тема. Это наши люди. Здрасте. Представьтесь, только нам, пожалуйста. Очень приятно. К сожалению, а тогда мы вместе с ним были. Здесь и живете вы сейчас? Да, мы купили здесь, вот в южном квартале. Квартирую. Довольные вообще. Великолепно. Ждете, когда здесь парк появится? Конечно, Юра. Мы ждем, не дождемся. Вообще, ты просто не представляешь, как нам еще, когда мы покупали в 20-м году, обещали, что здесь уже будет парк император свинов. Вот, 24-й год и только первая очередь. Привет передавайте мужу, я думаю. Серега, привет. Я здесь Юрочку встретила. От души. Как приятно встречать моих любимых подписчиков. И мы выезжаем к морю, дорогие мои друзья. Собственно, вот отсюда я в прошлый раз вам не показывал, что досюда должна набережная выйти. Когда был туман, когда были облака. Сейчас поедем на место строительства, но набережная вам расскажу там интересное. И что удалось выяснить, благодаря как раз таки своим подписчикам и всем остальным. Ах, главное не улететь туда. Ох, какое сегодня море. Цвет лазурный. Но при этом прозрачное. Дымка легкая с моря идет. И людей очень много гуляет. Красота. Монет, конечно, и туда бы забраться. Но сегодня мы должны с вами посмотреть на ход строительства новой набережной. И, возможно, еще туда в город поворнемся. Ну, по крайней мере, домой не спешим. Сегодня пятница. Все хорошо. Будем посмотреть на это все. Людей, как я сказал, здесь очень много. Кто-то просто сидит, релаксирует на море, смотрит. Кто-то прогуливается вдоль берега. Здесь, ребят, аэроклуба нашего. Точка запуска. Кстати, странно, что их сегодня никого нет. Потому что как раз ветерок такой, их, я бы сказал, знак стоит. И они сделали лавочки. С которыми можно наблюдать закат. Это прекрасно. Ну и благодарим их за уборку этих мест. Они навели здесь порядок. Стало гораздо красивее. За целыми семьями приходят. Со своими стульчиками. Видите, такой язык чуть ниже основного движения. И люди сидят, ловят релакс. Машинки здесь стоят рядышком. Единственное, кого не люблю, это салфеточников. Конечно, печального ребятам. Приятного аппетита. Кушаются на берегу. И мы, в принципе, тоже. Прям по самому краешкам двигаемся. Крутанется руль, куда идти туда. И все. Пока-пока. Но я уверен, что все будет хорошо. Не переживайте. Контроль на все 200%. Мы подъезжаем к 300 ступеням. Здесь завтра, точнее, вы, наверное, смотрите с утра. Это 6 числа видео. Будет проходить субботник. Приходите. Сбор у нас, по-моему, в 12 часов. Вот именно здесь. Ну, уточните то, что у меня в телеграм. Пост я опубликовал. И люди, кто отваживают, потихонечку спускаются вниз. Те, кто поднялись, сидят уже сверху. Отдыхают. Наслаждаются всеми этими прекрасными видами. Сколько стекла битого, я прям ужасе надеюсь, что колеса мои выдержат эту поездку. Начинаю задуматься о том, что было бы прикольно какой-нибудь велик с электромоторчиком. Либо, ну, на небольших колесах. Потому что мне прям нравится такая съемка. Мы успеваем посмотреть. Пишите вам как. Будет интересно и ваше мнение узнать. Потому что путешествовать по Анапе пешочкам, конечно, хорошо. Но вот так гораздо веселее. По крайней мере, смотрим гораздо больше. Мы добрались до площадки, где тренируются в Десафе. Тех, кто учится, ребят. Я вот не знаю, смогу ли я тут проехать. Но пока мне удается. Тут дальше лестница. Все-таки придется спускаться с велосипеда. Вот колючая проволока. Тоже сделали такой вот небольшой промежуток, чтобы можно было ходить. Но эти дома, я так понимаю, не затронет. Новая набережная. Но вот все те строения, они, конечно же, мешают. Слушайте, я получил удовольствие очень большое от того, что вот сейчас с вами еду по краю берега. Морской воздух, солнышко, теплышко. Прям красота. Вот именно сюда строится спускной коллектор. Новый. Здесь сейчас есть действующие. Водичка мотноватая. Мы их, наверное, не разглядим. Дальше тут такой дикий спуск. Как раз-таки вот эти вот места мешают будущей новой набережной. Будем смотреть, как это будет сноситься. А сейчас объедем с другой стороны и посмотрим, как уже прошел снос. Тут пока еще приходится выезжать на Таманскую. Она, кстати, там перекрыта. Потому что прокладывают как раз-таки эти коммуникации по строительству. Ну, от этого нам только лучше. Можем спокойно прокатиться по ней. Без машин практически. Какие тут дворцы. Хоромы стоят, которые встретятся с нашей набережной новой. Здесь, конечно, изменения просто колоссальные. То есть трактор уже снял большую часть грунта. И вся наша будущая набережная здесь уже вырисовывается. Вот в таком виде сейчас все перестает перед нами. Все уже демонтировали, что мешали. И вот дальше впереди горгаза. Территория, которая нам встречается. И в ту сторону можем увидеть набережную. Смотрите, ребята, сейчас на экране вы видите кадастровую карту. Мне подкинули информацию о том, что... Ну, вот я говорил, что там забирают, там не забирают территорию. Там неправильно построились и так далее. Что это было все крайне неверно. Я умею признавать свои ошибки. И хочу сказать, что собственники уступили место. Территорию они купили, понимаете, тут не за копейки, а за бешеные бабки. Не пошли в суды и дали возможность снести свои строения и реализовать здесь набережную. То есть это должно звучать именно так. То, что уступки для нас с вами. Чтобы мы потом могли здесь гулять. Поэтому надо ругать тех, кто вообще выделял эти участки, продавал эту землю. Вот к ним много вопросов. А здесь спасибо, что не затянули этот процесс. Есть у государства разные рычаги, при которых можно изымать участки. Но в данном случае здесь у нас идет строительство. В скором времени будет наша прекрасная новая набережная. Совсем мало времени до этого остается. В общем, вот в таком формате сейчас все выглядит здесь. То есть трактор прошел. Ух, кстати, посмотрите, насколько был заглублен этот фундамент. И работы продолжаются по углублению. Набережная выхода на ноль. Снимаются эти грунты, потому что они не скальные. И если на них расположить саму набережную, тело, да, то оно уплывет под действием дождей, ее размоют. Поэтому доходят до скалы. Поэтому очень много грунта приходится снимать и отсюда вывозить. Строение, конечно, тоже жалко. Вам много средств потрачено. Вы видели, какие здесь были арматуры сделаны. Ну и, собственно, вот метка геодезическая с левой стороны на заборе, куда придет трактор дальше и пойдет сносить. Ждем этого. Там буквально пару заборов, и уже здесь будет доступ по прямой. Вот в данный момент времени мы сейчас с вами видим вот такую картину, которая удивляет, что так вообще происходит. Ну и спасибо людям, что уступили и стали судиться с администрацией. И у нас в скором времени будет наша набережная. Я прям этому очень рад и счастлив. Чтобы вы понимали, кадастровая стоимость у этого участка 24 миллиона 700 тысяч денег. Как вам такая сумма? Там на Гаргазе пока ожидается задержка. Они пойдут с другой стороны, будут сносить тот самый большой забор. Прям уже в ближайшее время. Я надеюсь, что мы с вами этот момент тоже увидим. Мне, по крайней мере, он был очень интересен. Там 4-5 метровый забор стоит. В прошлых видео я вам показывал. Теперь хочу немножко рассказать вот о вот этих моментах, чтобы вы понимали, как будет строиться набережная. Мы здесь с вами видим уже нижний уровень. Ниже опускаться выборка грунта здесь не будет. Можно посмотреть вот один уровень и второй уровень. Просто там, где край обрыва, там должны более мощно сделать бетонные укрепления. Потом это все выравнивается, засыпается щебенкой, и у набережной будет один уровень. Поэтому не переживайте, что здесь какие-то будут лестницы. Все будет одним уровнем. Ну и трактора продолжают эту работу мощнейшую просто. Фантастика, одним словом, друзья мои. Ой, какие красивые облачки заходят на Анапу. Вроде в прогнозе не было их. Сейчас солнце закроют. Но смотрится очень красиво. Здесь у нас перелог крутой. Справа Ореховая роща. У нее остается около двух месяцев. Чуть меньше уже до того, как она должна быть сдана. Первому июня. Убираемся до утеса. Сейчас, говорят, здесь решается вопрос, что вообще с утесом будет, как будет переходить набережная отсюда в ту сторону. Собственно, поэтому вот этот брусфер с ограждением, который там находится, пока не убирают. То есть в дальнейшем, когда примут решение, его уже где разберут или, наоборот, будут сюда доращивать. Поэтому так вот и осталось. Ну, направо у нас прогулочная зона к новой набережной. Хотелось бы, конечно, чтобы и утесов убрали. Тогда было бы вообще великолепно. Люди идут, спешиваемся. Хочется идти смотреть здесь по берегу моря не на кафе, а на море. Согласитесь, по крайней мере, это лично моя мечта. Я думаю, что когда-нибудь она существится. Набережную уже забечтал. Может быть, и здесь получится. Выход на новую набережную. Вот такая красота нас ждет в будущем. Люди сидят, на солнышке греется, смотрят на море. Невероятно. Круто, классно и красиво. А тут есть официальная велодорожка. Как вам вид? Вот такой должен быть оттуда. Единственное, что видите, там не несколько уровней будет, а один. Какой поток людей здесь идет. Я вот пока сидел, тучки зашли, прохладно немножко стало. Но люди просто нескончаемым потоком идут. Вот вам, пожалуйста, окраина города. И все думали, что здесь набережная никому особо и нужна не будет. То помнят, раньше здесь столько людей не ходило. И вот место притяжения сработало. Вот так вот, ребята. Может быть, конечно, еще новые районы, которые здесь построены. Садимся на нашего коня. Давайте я вас прокачу по набережной полностью. Благо, здесь есть дорожка. Для этого я хочу посмотреть, просто ушли люди или нет, которые там загорали. Да, ветер согнал. Поехали. Сдумаю, девчули ходят, загорают. Спортсменки какие-то. Молодцы. Ну, велодорожка, это как минимум очень удобно. Едь себе, крути педали. Ну, или если ты с электромоторчиком, то просто кайфуй, смотри по сторонам. Широкое. Места достаточно. Со всеми теми людьми, которые приезжают. И мы спокойно разъезжаемся. Здесь у нас вторая смотровая площадочка. Парковочка. И вот так вот можно подъехать, посмотреть тоже. Мужик, что-то перелез через забор. Живи, мужик. Оно того не стоит. Ну и в ту сторону. Ну, а дальше. Главное не сбить пешеходов, которые пытаются также вылазить на набережную. Что очень печально. Вроде бы она широкая, классная. Еще ладно, с коляской. То есть вопросов нет. Хотя, мне кажется, там было бы даже удобнее по плиточке ехать, чем здесь. Ну, культура хождения по набережным должна быть все-таки. В Сочи, помню, тоже едешь всех. Отойдите. Там поуже дорожки были. Набережные. Отойдите, отойдите. И здесь, в принципе, спокойно объезжая, разъезжая. Доезжаем до кафе «Хотер», которая стоит и ждет. Лаз, пока его не снесли с наших глаз. Здесь кофейня с правой стороны находится. Ну, а здесь лавочки-скамеечки. И парковка. Там дальше детская площадка. Это «40 лет победы» улица называется. Вдруг, если захотите сюда приехать. Здесь можно купить всякие вкусняшки. И выехать даже до стеклянной набережной. Тут людей сейчас уже много. Кафе заработало. Решили те все свои вопросы по поводу музыки и всего остального. Мы же отправляемся в сторону маяка. Мешать никому не буду. Буду ехать крайне медленно. Просто катить велосипед, ну, прям, то себе еще удовольствие. Скоро здесь зазеленеют кусты. И будет прям рай. Очень этого ждем. Кстати, сосна, смотрите. Можно сказать, что живая. Выпустила новые веточки. Отсюда открывается вид на Тургеневский спуск и трудящихся спуск. Трудящийся ближе к нам. Тут что-то тоже погибают сосенки. Кто-то говорит, от жучка, огневка. Мне кажется, просто от сильного морского ветра не выдерживают. Не тот сорт. Допустим, Пицунская сосна, наверное, бы здесь прижилась очень хорошо. Потому что она, в этих условиях, растет великолепно. Ну, и здесь у нас трудящихся спуск. Пока зеленьи нет. Здесь единственная лавочка занята. Ну, поставили бы еще одну. Пользуются популярностью. И люди ходят к морям. Красивая обзорная площадка. Очень хочется расширения. Везде набережные, создания велодорожек. Чтобы люди спокойно катались. Ну, и просто от людей просьба не катайтесь быстро. Но в летний период, я думаю, тут быстро не поедешь. Потому что людей столько гуляет, что места даже пройти порой не хватает. Смотрите, каждая лавочка занята. Кто-то везде сидит и отдыхает. Но здесь под торговлю, кстати, заняли ее. Продают всякие вещи интересные. Кисики наши дорогие. Их тут же уже девочки стоят, подкармливают. Мы доехали до улицы Трудящихся. Здесь у нас СЭС находится с правой стороны. И сквер, который называется сквер Аванесо. По застройке, если думаете, вот этот туалет бесплатный. Красиво оформлен. Здесь эта территория выделена под участок. Вот, видите, что такое быстрые гонки. Вот об этом я и говорил. Чуть-чуть Маков. Тюльпанов, господи, перепутал. Находится там. И вот бюст именно Аванесо. Врач у нас в городе был знаменитый. Тоже тюльпаны. Кстати, починили. Здесь была часть сломана. Видите, стоит ограждение. Установили. Это тоже очень хорошо. Доезжаем до Тургенева. Уже улицы. Мне нравится гулять на велосипеде. Здесь тоже у нас тюльпаны. Ждем зеленых кустов, потому что, когда они безжизненные, смотрится это так себе. Собственно, давайте я вам объясню, почему я считаю, что виновата всему именно соленый ветер, соленой водой. И, собственно, из-за этого сосны гибнут. Посмотрите, тут по берегу прям большая роща сосен погибла. При этом внутри стоят те, которые выжили. То есть, эти защитили внутренние сосны от ветра. И чем дальше от берега, чем больше вот эти сосны защищали, тем менее поврежденные сосны. То есть, если это был бы какой-то вредитель, то он бы эти сосны тоже съел. А у них все, в принципе, хорошо. Немножко веточек некоторых пострадало. В общем, пишите, что вы думаете. Может, конечно, совокупности вредителя и ветра. Может быть, и нет. Сколько кисек. А это наша станция, которая занимается погодой в Анапе. Ну и ждем, когда здесь розы на вот этом вот. Веточки появятся. И тут тоже у нас очень красивые. Здесь, вот видите, первый ряд деревьев погибшие. Те, которые туда дальше, зелененькие. И там все хорошо. Это Тургеневский спуск. Мы его недавно снимали. Там сделали ступеньки, восстановили. То есть, это прям очень хорошо. Здесь, в правой стороне, у нас находится кладбище. Я вообще, по-моему, ни разу здесь на велосипеде не ездил за всю свою историю. Вот впервые нарушаю. Простите. Я очень медленно. Чтобы вы понимали, даже ни разу на звоночек не нажал. Ждешь промежуточек. Потихонечку объезжаешь. Куда спешить? Мы же на берегу моря. Мы же с вами видим вот такую красоту. А красота здесь везде. Она фантастическая. Хочется, чтобы именно вело-прогулки на Анапе были нормой. Чтобы везде это работало. Вот видите, все украшено. Происходит работа. Набережную нашу реставрируют. Так что будьте аккуратны. Тут парень тоже с велосипедом добрался сюда. С правой стороны местечко на кладбище. Ну, не пугайтесь. Как говорится, мертвых бояться не стоит. Бояться надо в живых. Это очень важно. Доезжаем вот до Питачка, с которого открываются тоже красивые виды. Именно на задние пляжи. Спортсмены гоняют. Отсюда мы видим и маяк, и пляжи в обратную сторону. Какое сегодня море просто невероятно красивое. Зеленая травка, цветочки на берегу. Смотришь, и душа радуется. Красота. Котенки выпрыгивают. Ну, и мы продолжаем потихонечку. Легонечко движение наше вперед. Видите? Лапочки наши. Слушайте, движение здесь, конечно... Если на меня кто-то наругается, посмотрите на тех людей, кто здесь действительно летает. Еле-еле качусь. Тем более такой контент. Крутой, красивый. Который хочется и снять, и показать. Я уверен, что на экране в 4К формате это будет выглядеть просто невероятно круто. Вы мне об этом напишите обязательно. Не зря ли я старался? Или все-таки не надо было? Мне очень хотелось всю набережную практически для вас сегодня снять Анапскую. Чтобы вы ее сравнивали, смотрели, вспоминали, где гуляли. Ну, и об этом нам обязательно в комментариях писали. Белеет парус одинокий. Если видеть его на экране, там он находится. И радует нас. Прямо красиво. Чуть-чуть осталось, и мы доберемся уже до маяка. Если здесь только людей в пятницу, то представьте, что будет завтра, друзья. Еще теплее, по прогнозу, у нас. Так что, я думаю, погода соберет всех любителей моря на своих берегах. И выезжаем. Здесь у нас улица Протапова называется. Маяк кафе. Туда у нас Кляк Кудовича идет. И тут просто сплошной релакс у людей. Загорает. У вас удовольствие. Кайф. Какой песик радостный. И загорающие люди. Вот, по погоде, вот в Анапе, особенно весной, весной у нас очень сложно. Кому-то жарко, кому-то холодно. Кто-то уже разделся, кто-то еще только думает об этом. У всех все по-разному. Вот семейство, видите, в теплых вещах. В принципе, папа уже в шортах. А я в шлепках. Я готов уже купаться практически везде. Доезжаем до санатория. Маяк. Здесь у нас скамеечки. Тенечек даже от деревьев, которые без листиков пока. Медина сейкут находится. Здесь войска Рокки. Эти сидят там сейчас люди что-то едят. Ну, а здесь у нас кофейня. Далее у нас спортивная площадка. Часто тоже люди спрашивают. Где у вас в Анапе можно позаниматься спортом? Сколько людей снимает одного котика? Вот здесь можно, ребят, атмосфера с сексофоном. Деревья тоже тут начинают цвести потихонечку. Но тут, кстати, ветер я поймал прохладный. Там было комфортно. Там мужчины накачиваются. Здесь туалет бесплатный. Здесь очень много разных тренажеров, на которых вы можете заниматься спортом. Это у нас сия-зон, на которой вы можете наблюдать большое количество людей, отдыхающих под солнцем Анапы. Там есть и медфиш, и медиустрицы. Так можно покушать, и будет вкусно вам. Дальше мы добираемся, во-первых, до улицы Калинина вправо пошла. По ней можно дойти до санатория Надежда, где у нас в Магноле находится. А здесь тоже очень много людей. Мы подъезжаем к санаторию Малая Бухта. Надо быть аккуратным. Пинк кофе. Все по низким ценам. Магазинчик там у нас отель называется Классик. А здесь у нас такое достояние сербское, реставрированное. Это осьминог наш в мозаике. Ну и новая набережная, мои дорогие. Какова красота. Давайте посмотрим, купается там кто-то. И какие изменения есть снизу. Мне, по крайней мере, как едой пахнет. Аж есть захотелось. Со своими диетами, короче, я не знаю, что делать. Жрать хочется. В правую сторону, я думаю, на тот угол пойдем. Более подробно посмотрим. Во-первых, смотрите, здесь начинают на пляже появляться деревянные собранные бунгало. Не знаю, здесь ли они будут стоять, или где-то в других местах. Туда дальше аэрарии окрашивают. Но еще сверху не сделали на них покрытие. Люди, купающиеся, имеются. Здравствуйте, наши люди. Юрий, откуда? Ну, из Омска сюда переехали, а тут живете. Как вам Анапа? Дай бог, чтобы так и было. Спасибо, что смотрите. И вниз можно увидеть, что все, кажется, кипит. Люди купаются. Работа здесь везде продвигается. Сейчас был огонь. Девушка подошла, говорит, вы не можете мне пиво открыть? Блин, я еще и пиво не открыл. Я говорю, давайте попробуем. Короче, открыл пиво камерой. Камера, ты лучшая. Ну, точнее, держателем снизу. Получилось. Опыт не пропешь, ребята. Здесь я попробую приблизить. Девушка загорает. Загорает у нее самое главное место. То есть она вся, видите, с длинным рукавом, а вот попа в стрингах. Красотка. Так и надо. Приятного, кажется, времяпровождения этой девушки. Ну, мы с вами дойдем до угла, посмотрим, что там. Здесь у нас шау-магира. Прям очередь стоит. О, собак выгоняет. Бедные собачки. И никто вам нигде не рад. Помните, ребята, что здесь работает лифт. Можно спуститься либо по центральной лестнице, либо на лифте. Это очень клево. Ну, и фотографии здесь-то действительно классные получаются. Там, я так понимаю, строится баня новая. Ну, а здесь много торговых павильонов появится. Ну, или что-то другое в дальнейшем. Ну, и уже вырисовываются как бы и скамеечки вот снизу. Волной будут эти эрарии сделаны. В общем, все интересно будет в этом месте. Свинина 150, баранина 300, воробуля 250. Это цена за 100 грамм. Кукуруза варится. Там внутри можно посидеть, поесть на территории. Здесь цены на кашпины, воробульки на шпиль. А вот цены на гиры, пицца, чай, кофе. Каюсь, ребята. Не выдержала душа поэтам. Блин. Придется. Взял гира, он у них идет в валаше. И кофе три в одном. Пипец тут очереди. Огонь и солнце. Прин так припекает классно. Тем временем у людей здесь становилось все больше. Офигеть, короче. Вот это я вовремя подошел. Не успевают реально отдавать просто. Территория здесь с домиками. Просто столики. Для этого, возможно, будет работать еще фонтанчик. Места вообще много. Садимся. А еще там есть закрытая, кстати, территория, где можно поесть. Но в воздухе. Мне кажется, сам Бог видел. Тем более с таким видом. Море. Красота. Ждем, кто поддержит на кофе и гиры в лаваше. А не в пите. До нафище можно закинуть по номеру телефона. Буду от души благодарен. Покормим нашего коня, который нас возит. Ну, точнее, меня мотором-то я работаю. От души, ребят, хорошего настроения. Пробуем. Свеженькая, вкусная. Соус классный. Советую. Ух, какой вид. Слушайте, было очень вкусно. Все свежие, классные. Мне действительно понравилось. То есть первое ощущение до последнего кусочка. Ну, трое, кофе, три в одном, это прям лирика. От души спасибо. Если кто-то поддержал донатом, вообще, благодарю вас. И продолжаем нашу прогулочку. Она еще и даже не думает заканчиваться. Вид просто сумасшедший. Сегодня закат будет бомба. Там сидел прям, снял олимпийку. Думал, прям жришка. Сейчас солнце сбегает тучей, становится прохладно. Блин, с этой погодой Анапский уже задолбался снимать, отодевать эту ветровку. Ладно, я думаю, перед тем. Тут у нас уже начинается торговля. Бойкая, прекрасная. Магазин Круиз работает. Здесь находится у нас кафе Скалагрёз. Хорошее местечко. Не раз был на обзоре. Мне прям очень нравилось. Девушка с такой татуировкой на всю грудь. Прям фантастика. Хоть догоняй. Ладно, я шучу. Поехали дальше. Здесь, с левой стороны, мы уже видим пляж. Высокий берег называется в Малой бухте Анапа он находится. Там я вижу, что купаются люди. Не знаю, успею я на купающихся. Они обычно в обед там массовые заплывы устраивают. Попробуем, по крайней мере. Сидят и гуляют. Слушай, мне приятно видеть город, когда он в таком количестве людей. Магазины со скидками по 50%. Это не может, как говорится, не радовать. Он, наоборот, привлекает. Обижаю народ. Чтобы не пересекаться. Здесь у нас еще один бесплатный туалет есть. И площадка для занятия спортом. Слушайте, насколько информативно и быстро у нас получается с вами обозревать всю нашу территорию. Музычка играет. Я прям с сегодняшнего видеосюжета тащусь сам. Просто понимаю, насколько это максимально полезно. Ну и давайте сразу на пляж спустимся. Или давайте покажу, что начало вход на пляж. Отсюда мы поедем вниз. Тут у нас пандус для маломобильных граждан, для тех, кто на лесопедах. То есть вот это именно вид на пляж. Высокий берег. Здесь вечно этот солдат ползает. Сколько я себя помню. Там людей на пляже много. Но эта улица называется Проспект Революции 1. Если вдруг вы захотите сюда приехать. На проекте санатория Русь. Именно по лестнице можно спуститься вниз. Ну а по пандусу нужно съехать. Минимум я надеюсь, что у меня это получится. Я не навернусь, потому что угол здесь очень большой. Девушка! Куда-нибудь в одну сторону, пожалуйста. Все-таки пришлось руку одну отпускать. Потому что девушка начала смещаться влево. Кто-то хорошее что-то написал девушке. Она так смотрела на телефон. И прям улыбалась очень сильно. Желаем, чтобы у всех такие же были эмоции. Сверх позитива. Слушай, там вот посмотрели сверху. У нас же колеса есть. Мы можем сейчас съездить прям на пляж. Санатория Малая Бухта. Здесь у нас яхт-клуб огородят большущие высороки. Лодок много этих лежит. Здесь у нас серф-станция. В общем, свои тут моменты. Но вот так уже выглядит Эрарий. Причем уже готовые какие-то объявления, что ли, на них. Готовые лежаки уже привезли. Здесь у нас идет строительство. Я так понимаю, что это будет большая баня. Ну вот это те павильоны, которые мы вели сверху. Не знаю, что это будет. Тут также устанавливают уже доски. Это чтобы лежаки закрепить на них. Ребята, гуляющие. Ух, загар у них уже. Ну вот отсюда выход с лифта. Много строителей. Добрый. Красота, ребята. Весь кафе восстанавливают после шторма века. Ну а там дальше банька и загорающие. Вот так вот, ребята. Точка забирает солнце. Уже можно бахать. Давай. И, кстати, уже не одно только место. Это прекрасно, если честно. Ребята, кстати, оказались моими подписчиками. Очень приятно. Желаем, чтобы все их тоже мечты сбывались. Пообщались мы. Ну а сейчас мы выезжаем на пляж, который показывал вам сверху. Называется он Высокий берег. Вот это с левой стороны. Я показывал, когда заезжал на тот пляж. Строится яхт-клуб. Здесь после шторма тоже много изменений. Но все постепенно восстанавливает. Тут, ребята, после купания немножко загорает. Тут в дальнейшем появится ограждение. Пока его нет. Чтобы люди не купались с этих волнов. Но они все равно перевозят и купаются. А также здесь собираются очень часто большое количество рыбаков. Ну вот, в принципе, они здесь и есть. Для морских гадов охотятся. Здесь после прошлого шторма пока гальку по берегу не восстанавливали. Ну, в принципе, я еще говорю, она не так сильно и ушла. С правой стороны волейбольная площадка. Сеточку еще не натянули. И зона для занятия спортом. Тут лежаки тоже пока еще не восстанавливают. Люди есть, но не сказать, что их тут много. Уже выставили переодевалки. Мусорки стоят. Это территории кафе. Здесь будут массажные станции. И здесь люди-люди. А вот и лежачки, видите. На них и загорают. Еще переодевалки. Здесь столовая должна будет работать. Магазинчики разнообразные. Видите, пока купание запрещено. Но отсутствует спасательное оборудование. Вода 11, воздух 17 сейчас показывает. И народ здесь загорает потихонечку. Многие приходят сюда. Здесь все равно чуть ранее были лебеди. Собственно, почему бы с ними не повстречаться. Тут наши дорогие маржи. Здравствуйте. Как водичка? Водичка теплая. Семная очень даже. Спасибо большое. Хорошего дня. От души. Здесь люди есть. Но из-за того, что немного лежаков, то и людей немного. Хотя пансионаты уже круглогодичные запустились. Видите, наши люди радуются водичке. Это нас радует, что им хорошо. Зону VIP расширили. Используется популярностью она. Зачем эти все горки, когда можно просто задорого сдавать лежачки. И теперь она такая большая, широкая. С правой стороны тут правая часть пляжа. Она под зонтиками обычно стоит. Сейчас никаких изменений особых нет. Получается туго. Тойлет уже работает. Он платный. Там детская комната есть. Но тут дальше можно выйти на дикий пляж. Но там будьте аккуратны. Когда проходите на этот молл, там могут быть обвалы. От души, ребятки, для вас вся информация. Такая проверка для моих ног. Поднялся на велосипеде в ту горку. И двигаемся дальше, друзья мои. Здесь у нас кафе Ковчег. Называется одно из дорогих заведений Анапы. С правой стороны питьевой билет. Находится. Ну и людей здесь тоже много гуляет. У меня кончается место на флешке. Все это странно. Как-то много наснимал. Есть кофейня, кофе, лайк. Довольные люди. Во всей набережной красота. Зелени, кстати, становится все больше. Я рад, что те лавочки остались на местах. Их удалось отстоять. Здесь есть и памятники. Великая Отечественная война. И хотелось бы, чтобы вообще ту территорию с забором разгородили. Сделали здесь тоже большой парк. Вместо притяжения. Вот, очень круто. Мечты. Но если не мечтать, ничего никогда не случится. Здесь, я смотрю, прям палубу сделали. Точки под фудкорт. Типа сезон делают такой же. Ну, тут клуб Питанк находится. Их поздравляем. Они победители у нас чемпионата по Питанку. Ну, и самый главный сортир. Пять дырочек. Как жалко, что еще долго до заката. Еще два часа. На тот момент, как солнце будет садиться за горизонт. Так бы хотелось вместе с вами еще закат попасть сегодня. Ну, будем ждать, чтобы наши подписчики поскидывали. А мы повыкладываем. Тоже, в принципе, хорошо. Я буду уже дома сидеть, монтировать у нас видеосюжет. Мы доехали до Золотой Бухты. Здесь недавно делал фотосессию для Алины. Кто помнит видеосюжет, надеюсь, вам понравилось. Ну, также много лавочек. Есть зелень. Ну, и красивые каскадные такие клумбы. Также, как я делал, здесь кофейный стоит. О, и парочка. One love. Любовью занимается. Здесь единственный в России пляж, на который территорию зайти можно только за деньги. Такого нет нигде. Только в Анапе это возможно. Это немножко позор нашей администрации. Ну, зато там территория для избранных. У кого есть, там, это тысяча рублей. Там, 1700 просили в пик сезона. Здесь, видите, раньше была выделена велодорожка. Сейчас она уже почти стерлась. Ну, кататься безопасно можно еще пока весна. То есть, потом я точно не буду ходить. Но я мечтал в таком большом обзоре. Это дача Дитсмана. Обещают, что здесь на ее месте появится ресторан. Восстановили ее очень хорошо. Впереди, в левую сторону у нас спуститься можно по ступенькам. Велосипеде нам неудобно будет. Поэтому мы заедем на перевод кордонный. С правой стороны здесь тоже кофе, десерт, хабро. Как интересно правильно читается. Я просто английский не учил. Пишите ваши комментарии об этом. Ну, и Евразия гостиница. За ней находится Афродита. Гостевой дом, который у нас есть на обзоре на Афродите. Шикарная смотровая площадка с видом на море. В общем, везде красота. Здесь вот фабрика, заведение. Если там еле, пишите. Говорят, раньше прям круто было. Сейчас вот не знаю, как это выглядит. Но людей там сидит много. И рядышком на юга. Тут у них должен приехать какой-то полор интересный. Любите ли вы такие посещения, как говорится. Вот сюда, приехав, поднимаетесь. Там атмосфера. Очень классное местечко. Недавно там был. Чаечек пил закат в тумане. Пытался разглядеть, но не дождался. Здесь у нас единственный в Анапе бутик-туалет. Где продают всякие вещи. И туалет стоимостью здесь 30 рублей. Мы доехали до улицы Ленина. С правой стороны у нас на ней корпус девоча. Здесь у нас фудкорт. Недавно тут Минди ел. Дороговато. 780 рублей. Но было вкусно. С фисташковым соусом. Мне понравилось. Также много разных тут вкусностей. Но туда можно прогуливаться и выйти в город. Здесь у нас пилили деревья. Возле Леверанды. Так обидно. С правой стороны на Апокеан. С правой стороны отель Капитан. Ну и одномерное кафе. Капитан тоже здесь находится. Море кафе называется. Там паровый коктейль же. Мне парочки сделали. Тюльпанчиков очень много. Красивых на клумбах. Ну и люди. Немного, но есть. Гуляют. Смотрят на моря. Вдали ждут они любви. Тут ветра, кстати, немного. А это наша Марина с корабликами, которые вас катают по Анапскому Черному морю. Розочки еще не зацвели. Много магазинов. Это старинная Анапа называется. А туда дальше у нас бар Бекю. Ну и здесь есть кусочек велодорожки, в принципе, которой мы можем воспользоваться вполне себе официально. Этот сквер нас ждет перестроения. Но мне было интересно посмотреть, как сейчас уже вот эта арочная конструкция выглядит. Что здесь интересного построено и как она изменена. 25-го, но 4-го должно закончиться строительство. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь сейчас ворота открыты. Пока еще видите, только сварные швы. Еще должны проварить до конца. Ну, слушайте, ну, прям интересно. С левой стороны такое кафе организовали. И с правой стороны, я так понимаю, возможно, туалеты будут смотрятся. Очень интересно. Здесь тоже какие-то конструкции должны появиться. Довольно-таки такой вау-эффект. Напишите обязательно, как вам, ребята. И с видом на море. То есть, эти конструкции не загораживают. Ведь на море, наоборот, немножко украшают набережную. Я к ним сначала больше негативом отнесся. Сейчас мне, в принципе, вот этот вид прям нравится. Здесь что-то людей много. Я спешился. Прогуляюсь с вами немножко пешочком. Людей прям реально. Ну, не как будто пятница, как будто выходной день. Хотя, может быть, он начался у многих уже. Поэтому здесь столько людей гуляет. Цветочки. Тюльпаны белые и розовые. С белым и желтенькие. В общем, выбор на любой вкус. Вот как приятно выйти на солнышко. Здесь прям жаричко. Смотрите, какая погода, какая атмосфера. Это все в нашем любимом городе-курорте происходит. В общем, не сидите дома. Приходите, гуляйте. Наслаждайтесь и получайте удовольствие по полной программе. Ох, какой харизматичный парень тут поет прям. Ну, прям аплодисментов заслужил. Спасибо. По вашему заказу. Детский рот, здрасте. Кораблик наш любимый. Шкакурит старопчо, здоровый морярский датяг. Моя бабушка шкакурит старопчо, обожает стопы деменеров. Танцуют и пританцуют. Это крупа прям. Я что-то залип прям здесь, ребят, сижу, слушаю, как парень поет. Вообще, музыка такая классная. И закат все ближе, а? Красота. Людей тут все больше. Двигаемся дальше. Здесь тюльпаны. Красные, желтые. Как они прям нанесены глазки. Слушайте, молодцы. Зеленстрой столько красоты сделали нам. Прям радует. Здесь у нас вовсе уже работает жемчужина, фонтан. Тоже долго ждал его открытия. Вот, пожалуйста, он запущен. Ну, вниз мы сегодня не поедем. Песчаные пляжи оставим на потом. Тем более, мы там часто были. Слушайте, какое видео получилось. Я надеюсь, что вы поставите лайк. Поделитесь с друзьями. Подпишитесь на канал. Потому что я прям кайфую от всего того, что сегодня вижу, снимаю, вам показываю, сколько людей, ручей наш бежит к морю туда. Какая красота. Доехал до пункта полиции. До этого пакетика полиции не работает. Теперь, наверное, думаю, надо позвонить 112. Сейчас посмотрим, если, может быть, они уже вернулись и забрали его. Короче, позвонил 112, вызвал полицию, обрисовал ситуацию. Ну, сказали, ожидайте реагирования. Ну, я как бы вообще не понимаю, чуть-чуть тут сидеть. Мне холодно. Будет. Пока еще нет, кофточку, курточку одел. Ну, в дальнейшем вполне себе возможно. Очень все порадовало, что, знаете, это там какие-нибудь звуки, тиканье, там провода торчат из пакета. В жизни бы не полез по чужим пакетам лазить. Сейчас, ну, время такое, блин. Ну, что делать? Надо реагировать. Как минимум, быть внимательным ко всему. И меня что-то второй день подряд везет. Мне тоже прям надоедает. 20 минут сижу, никого нет. Не те, кто пришел бы за своим пакетиком, ни полиция, которую я вызвал. Вот, почему подпишица наша пришла, со мной сидит. Не страшно же. Нет, не боюсь. Это хорошо. Кого мы не боимся. Смотрите, у нас доставка какая-то, самокат, что называется, гоняет теперь по два, по три человека. Получасу подходит время, только две женщины приостановились, посмотрели, махнули рукой и пошли дальше. То есть все в абсолютно все равно, этот пакет, то, что он лежит. Мужчина один вообще переоделся рядышком с ним. Я спросил, это ваш пакет? Он говорит, нет, не мой, пошел дальше. Короче, я чувствую, что что-то слишком много мне надо. Мужик пришел, мусорку проверяет. Сейчас посмотрим, увидит он пакет этот или нет. Короче, вот на этой ноте можно заканчивать. То есть стоит пакет бесхозный, многие на него обращают внимание. Но никто никак не реагирует. Полчаса, как я вызвал через 112 полицию, никого нет. Я, честно, замерз, потому что в шоках. Я, в принципе, не рассчитывал в это время здесь находиться. И теперь начинаю задумываться. По-моему, пора мне сюда валить. На телефоне осталось 8%. То есть он сейчас сядет уже. И я ничем, никому тут уже не помогу. Так что, наверное, поехал домой. Жалко, конечно. Хотя, ладно, сейчас попробую 112 еще набрать. 112 мне сказали, что в работу передали. Полиция едет. Я поемал. Что-то я замерз. Так, у меня еще на камере есть и места чуть-чуть. Я думаю, что посмотрим с вами еще немножко на наши места. Закат сегодня будет бомба. Тот, кто посмотрит, вы счастливчики. О, мужчина отреагировал на пакетик. Слушайте, прям интересно. Людей спросил, их пакет или нет. Люди пошли посмотреть, наверное, на пакет. Или решили, что им тоже надо отсюда уходить. Вот так, да. Просто мимо проходят, смотрят. Пакеты, пакеты. Двигаются дальше. Короче, я один дурак в полицию позвонил. Здравствуйте, он. Хорошего отдыха, прогулочек. Здесь у нас музычка играет. Великолепно. А там я попросил подписчика посидеть, потому что я замерз уже полчаса. Никто не едет. Такая грустинка. Даже не полчаса, а 40 минут я уезжал. Парень пообещал 20 минут посидеть, приглядеть. Ну, нет, так нет. Ему сказал спасибо. Погнали дальше. Что, мне больше всех надо, если даже полиция не приезжает? Ну, это наша площадь театральная. Молодежь много. На каменечках, на лавочках. Этот пункт не работает, к сожалению. И этот фонтан что-то пока не работает. Кстати, кровля здесь симпатична получается. Ты так понимаю, много разных подсветок на ней будет. Уже потихонечку одну часть сделали. Передвигаются дальше. Ну, а так движ у нас классно. Блин, я, походу, сейчас пока до дома доеду. Заболею нафиг. Прям резко стало прохладно. Здесь машинок разных много. Домики эти, которые на ярмарке работали, позакрывались. Здесь сказка, кафе. Ой, сколько тюльпанов, друзья мои. Посмотрите с правой стороны. Какая красота. Просто утопает клумба в тюльпанах. Ну, и гуляющие наши жители и гости города Куровта Анапа. Нас очень радует. Интересно, конечно, посмотреть в дальнейшем, как этот ролик будет выглядеть на экранах. Но должно быть прикольно. Здесь арт-давеню. Аромат еды. Всюду поезд есть. И машинки. В правую сторону у нас фонтаны наши возле администрации. И парк развлечений «30-летие Победы» с аттракциончиками. Тут не так уж и много людей на фонтанах. Наверное, все сейчас идут в сторону заката смотреть, какой он красивый. Гуляющих, на самом деле, очень много. Желаем всем, кто вышел на прогулку, хорошей прогулки. Ну, я замерз. Здесь у нас тоже парк аттракционов. Там что-то никого особо тоже нету. Люди возле присутствуют. Так, голубь, ты что? Улица Горького, ну, по крайней мере, прогулочная часть. Мы проедем с вами вместе. Надеюсь, что вам такой обзорчик тоже зайдет. В общем, много чего интересного. В этот раз я показал 100% по Анапе. Старик Хинкалыч, хиткальная просто справа. Здесь Яга Клуб находится. И вот, вот что-то, о чем я говорил, надо с моторчиком. Вроде и педальки есть, но в то же время и подъезжает еще двигателем своим. Так что, очень классно. Здесь у нас Гироскинг и улица Грибинская пошла к пляжу. Вот так вот я буду заканчивать этот сюжет. Потому что, действительно, под вечер прохладно. И я настолько долго не собирался задерживаться на этом видеосюжете. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Вам всем привет, Черноморске. Спасибо, что были сегодня с нами. И надеюсь, что мы любимся с вами в следующих видеосюжетах. Подписывайтесь, ставьте лайк. И особенно добавляйтесь на наш телеграм-канал. Мы там разыгрываем вино каждый день. Ссылочка, видите, здесь, прямо на видео. Участвуйте и побеждайте. Вино – мое домашнее от меня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok